Знамение Здравствуйте! Библейский портал Экзекет постарается помочь ответить на вопрос, что такое знамение. Знамение – слово, которое очень часто встречается в Священном Писании и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Знамение – некоторый знак, некоторое свидетельство, некоторая помощь, которую Господь нам дает, чтобы наш разум смог Ему довериться и душу нашу к Богу обратить. Знамение – оно не обязательно является некоторым чудом в плане нарушения законов этого мира Господом, вмешательства в них, но нет, могут происходить и просто некоторые чудеса, которые можно объяснить как-то случайным совпадением. Поэтому тоже, если мы посмотрим, во времена Христа очень любили знамения искать. Почему люди, современники Христа, это очень любили? Потому что в Ветхом Завете такие знамения были. Знамения, ну, некоторые, например, вот если мы заключим договор, то знаком того, что он действует, будет то, что его условия будут выполняться. Например, мы выполняем какую-то работу, а нам по договору должны платить ежемесячно такую-то зарплату. И если мы не получили знамения в виде перевода на банковскую карточку или выдачи наличными средствами у бухгалтера под конец месяца знамения, то, возможно, руководитель организации не хочет нас вознаграждать. И тоже вот отсутствует знамение того, что наш договор действует. Точно так же вот Господь давал некоторые знамения. Знамение, самое замечательное такое красивое воздушное знамение, это радуга. Господь навел потоп и уничтожил радикально грех на земле. Ни греха, ни грешников. Но вот после этого он говорит Ной и его сыновьям, я вот положу это знамение, и будет напоминание, что вот из облака радуга, как напоминание того, что все, потопа больше не будет. Что Господь будет давать каждому человеку по мере его дней спасаться, грешить, если он захочет, или уворачиваться от греха и все-таки идти ко спасению. И постоянные такие знамения, знамения, любое чудо Божие, например, Авраам идет, и он заключил с Богом тоже завет, ветхий завет, что его потомство будет бесчисленное. А тут ему Бог говорит, давай своего единственного сына и иди заколи на гору. Да, и вот тоже было знаменем, что вот ангел остановил руку Авраама, что козленок был вместо Исаака принесет жертву. Конечно, тоже. И постоянно такие знамения были, знамения Иоанна Пророка. Сам Господь, Спаситель вспоминает это ветхозаветное событие и говорит, да, вот вам не нужно никакие знамения сейчас. У вас есть знамения Иоанна Пророка о том, что вот как Иоанна был в очреве кита, так и Спаситель сам выйдет невредимым. Выйдет невредимым из своего гроба, чтобы совоскресить и нас. Тем не менее, очень опасно знамения воспринимать как нечто обязательное. Знамения все-таки это некоторое подбадривание нас, а не то, что суть самого договора. Господь берет и призывает нас не к тому, чтобы совершать нам какие-то чудеса, помогать нам работать, улучшать наше здоровье. Ну, в принципе, из-за чего большинство из нас, увы, в храмы идет искренне, чтобы помолиться, ой, Господи, дай попроси, помоги, поддержи там, ну, как-то укрепи меня. Нет, Господь дает знамения, чтобы не дать нам унывать, чтобы нам легче было поверить. В принципе, Господь, когда отправляет своих учеников на проповедь, то Он говорит, да, что вот вы идите, проповедуйте до конца земли Евангелие, которое я вам уже заповедовал. Крестите людей, и что это знамение вам последует, именем моим бесы и жденут, языки возглаголят новые, ащут, что смертные спьют, не вредит им, на недушные руки возложат, да, и они исцелеют. Понятное дело, вот эти церковнославянские слова описывают то, что апостолы делали и при жизни Спасителя, но Господь говорит, эти чудеса и продолжат совершаться. И не потому, что у вас задача там взять и всех излечить на земле, а просто, чтобы вера легче распространялась. В ранней церкви были различные знамения, дарования, о которых апостол Павел пишет, да, вот что в силе имеют дарование исцелений, в силе там языки глаголят, в силе пророчествуют, да, что различные тоже чудеса творились среди ранних первых христиан. Нам-то тоже кажется, а почему сейчас этих знамений нет? Так нет, у нас же, ну, история у нас столько святых с того времени жила, и каждый какими-то чудесами прославился. Это первым христианам было тяжело, у них еще не было таких многочисленных примеров. Но все-таки мы должны помнить, что знамения — это не безусловное условие того, что мы идем по пути спасения, потому что Лукова может сказать, ой, видишь, в твоей жизни каких-то чудес нет, Господь тебе их не посылает, но значит, либо Бога нет, либо Бог о тебе не заботится. Нет, все-таки мы должны вспомнить вот самое важное из всех воспоминаний моих о знамении. Я бы хотел зачитать стихи евангелиста Матфея, в которых Господь беседует с фарисеями. «И приступили фарисеи из Саддукии, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ, вечером, вы говорите, будет ведро, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово, лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамени времен не можете, рот лукавый и прелюбодейный знамени ищет, и знамени не дастся ему, кроме знамени и он и порока, и оставив их, и отошел». Господь говорит, ну что вам знамени, вы же, правда, вот знаете, погоду можете определять. Нам, понятное дело, уже в наши времена мы больше разленились на смартфоне, посмотрел прогноз погоды, и, в принципе, не особо, а наши там предки вполне это умели отличать. Да и, в принципе, если мы видим, тучи набегают, то, значит, на работу дождик берем без всякого прогноза, берем зонтик без всякого прогноза погоды. Поэтому мы не должны специально искать и требовать у Господа знамени, потому что надо оглядеться, знамени вокруг нас обязательно есть. Фарисеи же это просили, говорили, нам недостаточно знамени, что ты вот взял там, хромой был, пошел, расслабленный, парализованный человек, лежал там десятки лет, ты его взял, исцелил, он тоже пошел, тоже недостаточно. Нет, там, Господи, дай нам позаказывать что-то на небе, какие-то спецэффекты. Если мы вспомним, что это не только фарисеи, но и царь Ирод, младший, когда Понтий Пилат отправил к нему Христа, он говорит, о, здорово, вот я тоже хочу знамени с небес от Господа посмотреть. А Господь не дал, потому что его задача не заставить верить человека, а помочь его верить. Что если бы Господь брал и какие-то все время знамени такие давал, он бы людей загнал бы страхом, трепетом в Царствие Небесное. Он хочет от нас свободного выбора. При этом, если мы вспомним, как Господь плыл со своими уставшими учениками, апостолами по волнам Галилеи сквозера, и как они очень беспокоились, потому что была страшная буря, боялись, вот мы умрем. И Господь взял, встал и настоящее знамение с небес, остановил ветры, запретил волнам. Вот оно знамение с небес. Что Господь, если надо, если мы достойны, если мы род не прелюбодийный и грешный, а если мы действительно истинно идем за Христом, то Господь будет давать настоящее знамение. Именно поэтому у святого человека Господь его веру, его стойкость в борьбе с силой бесовской постоянно укреплял какими-то чудесами. И когда мы открываем и видим, что к какому-то святому человеку в житие святых приходят люди, они получают какие-то чудеса, исцеления, это делается не только ради них, это и делается ради того святого человека, которому Господь показывает. Ты идешь по верному пути.